Добрый вечер! Сегодня мы с вами вспомним 2005 год. Если мы в предыдущем ролике вспоминали 2000 год, начало-начал и создание улицы имени Хана Кучума, то сегодня мы перенесемся в 2005 год. Так вот шаг со шагом мы дожили до 2005 года. Одним из первых мероприятий это была Всероссийская научно-практическая конференция. Но до конференции произошли еще другие события. Образовывался Абалатский заказник. Все общественные организации, ученые, интересующиеся своей историей, пытались сохранить историко-культурное наследие своего народа, в том числе и мы. Когда мы поняли, что в целевые программы развития ИСКЕР, памятник федерального значения, не вошел, мы создали общественную организацию, региональную татарскую общественную организацию, наследие по Тюменской области. Проведя мероприятие, Котэмош в один день мы осознали, что нужно бросить клич, клич своему народу, показать, что созданная общественная общественная организация пытается не только работать, не только утверждаться, но и продвигать свой родной язык, сохранять традиции, наследие, памятники. И в один день принимается советом организации решение, что надо что-то яркое, которое бы было и видно и слышно, надо было заявить о себе. И в один момент дерзкий поступок. Мы на федеральной дороге, на территории между городом Тобольском и городищем ИСКЕР, на двух стойках, глубоко вечером устанавливаем баннеры 3х6 на сибирско-татарском языке. И на татарском языке. Где горда на зеленом фоне, прочитывается слова, туған сибир жеребезде бергелешип, шотланып, ешерге осын. А в другом баннеры, бұрынғыларының йотқан урынын білсек, келечекның Кадырин Белербес. Эти два предложения на двух баннерах вызвал бурный взрыв самосознания у местного населения. Проезжая из близлежащих деревень, проезжая ИСКЕР, многие обращали внимание. Эти баннеры простояли почти 10 лет. История создания этих баннеров, этих слов тоже интересная. Наша жизнь продвигалась в борьбе. Нам надо было все время согласовывать, получать разрешение и настаивать. И нам удалось. Но когда нам согласовали, а потом отказали, мы просто приняли дерзкий свой такой, скажем так, рвок. Мы просто заказали эти баннеры, предварительно устно согласовали уральские автономные, уральские федеральные дороги руководства. До этого мы письменно согласовали у главного архитектора района, но в конечном итоге, который потом отказался от своих слов. Слов. Встали, доехали до места назначения, где стоят стойки, рекламные щиты и установили эти баннеры. Они украшали все-таки федеральную дорогу. И коренные народы, сибирские татары, радовались, что есть у нас баннеры на татарском языке. В конечном итоге, конечно, нас просили и убрать. И нам писали письма, что они не соответствуют тем параметрам, которые были все-таки разрешены, чтобы на этих рекламных щитах были вот эти надписи. Надо дать должное руководителю уральских федеральных дорог, который не только устно разрешил, но и безвозмездно разрешил размещать их в течение 10 лет. В конечном итоге эти щиты просто исчезли, потому что их в конечном итоге демонтировали вместе с нашими рекламными такими информационными щитами. Так мы начинали свою деятельность. А какую конференцию мы проводили одним из первых, это следующий нас сюжет. До следующих встреч!